Пожар в Бобровом лагу, огонь перекинулся на объекты парка. Это сценарий, по которому сегодня развивались масштабные пожарно-тактические учения. На месте работало более десятка единиц техники. О том, как спасательному гарнизону удалось доставить тонны воды на самую высокую точку горнолыжной трассы без дорог и авиации, расскажет Денис Денисов. По легенде, огонь быстро идет по горе из заповедника Столбы вниз. На пути строящийся спортивно-тренерский блок, объект универсиады. Все рабочие по команде покидают здание. В течение нескольких минут пожарно-спасательный гарнизон Красноярска оказывается на месте. Разворачивает технику и оперативный штаб. Просто тушить огонь водой недостаточно. Принимается решение пустить встречный пал. То есть контролируемый огонь, который не даст пожару распространиться дальше. Потому что выжгет все, что может стать топливом для бедствия. Вначале срезать силы средства полностью по всему контуру, где мы должны подать встречный пал. И лесопожарный центр, и сотрудники Федерального противореческого службы ограждают распространение пожара на территории, получается, какой мы из зданий защищаем. Нижний ярус фан-парка спасен. Однако пожар сменил направление и идет к объектам на вершине склона. Тяжелая техника тут оказывается бесполезна, поскольку наверх ведет только канатная дорога. Но и сам персонал Бобрового лога готов к чрезвычайным ситуациям. Поэтому решение на такой случай готово давно. Доставить нужное количество воды на такую высоту можно только при помощи авиации. Ну или собственной инфраструктуры фан-парка. Например, обычно вот это снежное ружье занимается снегогенерацией. И воду для этого берет вот из этого гидранта. И пожарные сегодня просто подключатся к нему. Система уже прошла боевое крещение в 2015 году, когда загорелся заповедник. Привести ее в боевую готовность можно за 40 минут. И на этих учениях она срабатывает идеально. Условный пожар нейтрализован. Трасса 8-9 и 5-4-2, которые задействованы под горные лыжи, под горнолыжный спорт для универсиады. Прошедшие осенью были доукомплектованы дополнительными гидрантами. 35 гидрантов мы поставили по всей трассе. Это опять же позволит в летний период и в подобный период пожароопасный. Использовать все эти гидранты для подачи воды практически в любое место на этих трассах. На всю операцию понадобилось меньше часа. Руководство довольно результатом. Подобные тренировки проходят почти каждый крупный объект не только краем, но и страны. Их необходимость очевидна после случая в Кемерове. Когда пожар в торговом центре «Зимняя вишня» показал полную неготовность к таким ситуациям. Погибло 64 человека. И этого могло бы и не случиться, если бы правила пожарной безопасности соблюдались всегда и без подобных ужасающих напоминаний.